Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математика 6 класс, авторы Мерзляк-Полонский и Кир, под номером 460. Нас просят найти среднее арифметическое чисел. Для этого вспоминаем 5 класс и определение, что такое среднее арифметическое чисел. Средним арифметическим нескольких чисел называют частное отделение суммы этих чисел на количество слагаемых. То есть по цифре 1 нам нужно сложить наши числа 5 шестых и 7 двадцатых и результат разделить на количество слагаемых, а их 2. Итак, приводим наши дроби к общему знаменателю, число, которое делится и на 6 и на 20. 6 это 2 умножить на 3, а 20 это 2 умножить на 10. И тогда наименьшее общее кратное будет 2 умножить на 3 и на 10. Или 6 умножить на 10, это будет 60. 60 делим на 6, это 10 дополнительные множества к первой дроби. 60 делим на 20, это 3. Получаем дроби равные данным после умножения чисел и ознаменатель на одно и то же натуральное число. 50 шестидесятых складываем с 21 шестидесятой, а потом результат разделим на 2. Знаменатель переписываем 60, числитель и складываем 71. Ну а теперь как разделить на число. Для этого деления заменяем умножением на дробь обратную делителю. Для любого натурального числа обратным является число, единица деленное на это число. То есть для двух это будет 1 вторая. Произведение дробей это дробь в числителе произведения числителей 71 умножить на 1, а в знаменателе произведения знаменателе 60 умножаем на 2. Так как 71 это нечетное число, 7 плюс 1 это 8, число не делится на 3, то значит дробь несократимая будет. В числителе 71 умножить на 1 это 71, а в знаменателе 60 умножить на 2 это 120. По цифре 2. Найдем среднеарифметическое по цифре 2. Для этого найдем сумму 1,3 и 2,521 и разделим на количество слагаемых, а их 2. Приведем дроби, скобка к общему знаменателю, это будет 21, потому что 21 знаменатель второй дроби кратный знаменателю первой дроби. 21 делим на 7, это 3. Получаем сумму дробей 1,921 плюс 2,521. А затем эту сумму нам нужно разделить на 2. Складываем целые части. 1 плюс 2, это 3. Знаменатель переписываем 21 и складываем числители. К 9 прибавляем 5, это будет 14. Сократим дробную часть на 7. Будет 3 целых. 14 делим на 7, это 2. 21 делим на 7, это 3. И разделить на 2. Теперь, чтобы приготовить дробь, смешанное число к делению, преобразуем его в неправильную дробь. 3х3, это 9. 9 плюс 2, это 11. Будет 11 третьих. Как разделить на 2? Мы деление заменяем умножением на дробь обратную делителю. Для 2 обратное число будет 1,2. Ну и теперь находим произведение дробей. Это дробь. В числителе произведения числителей 11 умножаем на 1. А в знаменателе произведения знаменателей 3 умножаем на 2. Это будет 11 шестых. Выделяем целую часть. 11 делим на 6, берем по одному. Одиннажды 6, это 6. От 11 отнимаем 6, это 5. И 5 шестых. По цифре 3 найдем среднее арифметическое. На этот раз трех чисел. 2,3,3 и 2,1. Складываем эти числа. 2,3 плюс 3,3 и плюс 2,1. А теперь согласно правилу эту сумму делим на их количество. Их 3. Приводим дроби в скобках к общему знаменателю. Это будет 10, потому что 10 кратно и 5, и 2. 10 делим на 5, это 2 дополнительные умножители к первой дроби. 10 делим на 2, это 5 дополнительные умножители к третьей дроби. Получаем, применяя основное свойство дроби, мы получаем дроби равные данным. 2,6 плюс 3,3 и плюс 2,5. И все это нам нужно разделить на 3. Складываем целые части. К 2 прибавляем 3, это 5. К 5 прибавляем 2, это 7. Будет 7 целых. Знаменатель переписываем. Числитель складываем. К 6 прибавляем 3,9. К 9 прибавляем 5,14. Дробная часть сократимая. Сокращаем на 2. Будет 7,5. Ну и этого недостаточно. Хотя мы сейчас будем делить, поэтому сразу же преобразуем наше смешанное число в неправильную дробь. 7,5. 35 и 35 плюс 7, это 42. 42,5. А теперь как нам разделить на 3. Мы деление заменим умножением на дробь обратную делителю. Дробь обратная делителю, это 1,3. Умножаем. Произведение дробей, это дробь. В числителе произведения числителей 42 умножаем на 1. А в знаменателе произведения знаменателе 5 умножаем на 3. Рассмотрим число 42. Сумма цифр равна 6. 6 делится на 3, значит и число делится на 3. Делим 42 на 3. Сокращаем дробь на 3. И тогда 30 делим на 3, это 10. А 12 делим на 3, это 4. 10 плюс 4, это 14. В знаменателе 3 делим на 3, это 1. Получаем в числителе 14 умножить на 1, это 14. А в знаменателе 5 и 1, это 5. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. 14 делим на 5, берем по 2. 2х5, это 10. От 14 отнимаем 10. 4,5. И теперь по цифре 4. Опять мы с вами будем находить среднее арифметическое трех цифр. Трех чисел. Для этого мы найдем сумму этих чисел. 7,524 плюс 6,724 и плюс 8,16. Затем разделим на их количество. Их у нас 3. Итак, приведем дроби к общему знаменателю 24. Потому что у первой и второй дроби уже знаменатель 24. А 24 кратно 6. 24 делим на 6, это 4. Первые 2 дроби сразу сложим. К 6 прибавляем 7, 13. Знаменатель без изменения 24. К 5 прибавляем 7, будет 12. 12,24. И плюс 8,424. И разделить на 3. Итак, складываем целые части. К 13 прибавляем 8, будет 21. 21 целый. Знаменатель переписываем. Числители складываем. К 12 прибавляем 4,16. Разделить на 3. Сократим дроби. И 16 и 24 делятся на 8. 16 делим на 8, 2. 24 делим на 8, 3. И осталось разделить на 3. Смешанное число преобразуем в неправильную дробь. 21 умножаем на 3. Это 63 плюс 2, 65. 65 третьих. Как разделить на 3? Деление заменим умножением на дробь, обратную делителю. Для 3 число обратное 3, 1 третье. Ну и теперь произведение дробей. Это дробь. В числителе произведения числителей 65 умножить на 1. А в знаменателе произведения знаменателе 3 умножить на 3. И тогда мы получаем дробь 65 девятых. Выделим целую часть. 65 делим на 9. Берем по 7. Потому что 9 и 7, 63. От 65 отнимаем 63. Это 2. А 9 оставляем без изменений. Итак, мы нашли среднее арифметическое чисел по цифре 4. Все. Мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложения или замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео. Продолжение следует... Продолжение следует...